Ребята, приветик! Я сегодня в гостях у моего друга. Его зовут Дэвид. Он из Кубы. И вон его американский флаг и кубинский. Просто заехал к нему в гости. И у него здесь машинка. Он приехал только что на своей машинке. Это 55-го года Ford. Не знаю, как называется. Кстати, у него очень много таких машин. Он вообще crazy по поводу старых машин. Похоже прямо на нашу, не знаю, там чайку, Волгу старую. Не знаю, на что. Вон еще у него висит одна машина в процессе. Парень приехал в Америку 20 лет назад и очень без копейки. Очень-очень круто поднялся. Кстати, это вся его мастерская большая. Сейчас я сделаю обзор. И очень хорошо стоит. Много клиентов кубинских. И мы частенько встречаемся с этими ребятами. В этом помещении здесь вечеринки, гулянки у них кубинские. Они очень хорошо относятся, отзываются о русских ребятах. Вон он ходит, Дэвид. Вот. Сейчас я немножко обзор шапа сделаю. Понравились мне эти два флага. Вот. В общем, такие дела. Я к нему заехал в гости по делам. И вот решил снять маленький обзор его мастерской. Хороший парень, приятный. Мы всегда с ним вместе работаем. И, в общем, все здорово. Сейчас он работает вот над этой машинкой. И здесь идет полная реставрация. Полностью шасси все поменяли. Рессоры, страты. Все новое дно. Днище. Вообще просто рама полностью новая. Гляньте, как все блестит и сверкает. Обалдеть. Полная реставрация машины и двигателя нет. Но он тоже на реставрации где-то. В общем, когда он закончит, я обязательно попытаюсь снять репортаж и показать, что из этого получилось. Вот. Сейчас я пойду на улицу и сниму помещение его снаружи, как оно смотрится. Называется Куба авторемонт. Ребята, вот, пожалуйста, Куба авторепейера. All types авторепейер. Телефон. Вот здесь у нас работает кубинский друг Дэвид. Как я повторяюсь, он приехал в Америку 20 лет назад нищебродом, как и все кубинцы, которые там живут. За 20 лет парень построил мастерскую, выплаченную сам. У него громадный дом, большое количество машин. В общем, очень-очень успешный парень в Америке. Так что вот еще один хороший пример, как можно подняться в Америке с нуля. И таких случаев очень-очень много.